В России приговорили трех граждан Таджикистана. Банкноты с изображением Рахмона. Разъяснительные беседы среди узбекоязычного населения Таджикистана будут проводиться на родном языке. В России за рассказ об исламе будут судить гражданина Таджикистана. Московский окружной военный суд вынес приговор по отношению трех граждан Таджикистана, Сабирджона и Абдулазиза Усмоновых и Абдулнаби Заидова. Активисты были признаны виновными в участии в деятельности запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир и приговорены к срокам от четырех до шести лет лишения свободы. Напомним, что все трое граждан Таджикистана были задержаны в ходе спецоперации 19 октября 2015 года, когда были задержаны около ста выходцев из Центральной Азии, в том числе и граждане Таджикистана. 26 задержанным были предъявлены обвинения в участии в деятельности исламской партии Хизбут-Тахрир. Очередной таджикский госслужащий попытался угодить Рахмону необычным способом. На этот раз директор филиала ГУП «Таджик Сугурта» в Шахринаве Шариф Каримов интервью газете «Таджикистан» предложил выпустить банкноты номиналом в 1000 самони с изображением Рахмона, мотивируя это тем, что якобы за свои заслуги перед Таджикистаном Рахмон достоин этого. Как отметил интервьюируемый, накануне 25-летия независимости Таджикистана это было бы хорошим делом для наций, поскольку справедливый и умный глава является подарком Аллаха для наций. Напомним, что это далеко не первый случай откровенного подхалимажа со стороны госслужащих в Таджикистане, где личная лояльность и преданность являются главным активом и единственной возможностью не только для продвижения по карьерной лестнице, но и даже для сохранения имеющегося положения. Обеспокоенность таджикских властей возрождением ислама среди населения страны и особенно среди молодежи привела их к решению проводить разъяснительные беседы среди узбекоязычного населения страны на их родном языке. Под предлогом предотвращения примыкания местных жителей к различным так называемым экстремистским группам были созданы рабочие группы на юге Таджикистана, истинной целью которых является предотвращение распространения исламских идей. Как сообщило радио Азади, в частности, такая работа поставлена среди узбекоязычной молодежи в Кубадионском районе, что в 220 километрах от Душанбе. Заместитель председателя Кубадионского района Таджинисо Шарипова заявила, что власти привлекли к этой деятельности правоохранительные органы, молодежные и женские комитеты, имамхатыбов мечетей и СМИ. Мы даже решили выделить одну полосу районной газеты Тахди Кубот под статьи и материалы на тему об угрозах терроризма и экстремизма на узбекском языке. Среди узбекоязычных жителей проводим беседы на их родном языке, рассказывает Таджинисо Шарипова. Эксперты отмечают, что в последние годы в странах Центральной Азии, и в частности в Таджикистане, значительно возрос интерес населения к исламу, что по всей видимости сильно беспокоит азиатских диктаторов и их заграничных покровителей. В российском городе Нижний Тагил собирается судить уже и так осужденного гражданина Таджикистана за рассказы об исламе своим сокамерникам. Как сообщил член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Алексей Соколов, мы опять выявили факт уголовного преследования заключенного, который проповедовал ислам. По словам члена экспертного совета Алексея Соколова, оперативникам колонии ИК-5 не нравилось то, что осужденный мусульманин рассказывал своим сокамерникам об исламе, вследствие чего оперативники колонии оклеветав мусульманина, что якобы он, находясь в местах заключения, призывал своих сокамерников вступить в ряды боевиков и возбудили уголовное дело в отношении него. Следует отметить, что возбужденное уголовное дело основано на показаниях осужденных, приближенных к администрации колонии. И это не единичный случай. Так, в конце 2015 года в ИК-5 уже сфабриковали уголовное дело на одного мусульманина, применив в его отношении статью «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».